приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы мы недавно сделали американский сыр кстати скоро будет об этом видео естественно одна из целей приготовления сыра было сделать хачапури хачапури мы уже сделали и съели это такое дело пока ели хачапури решили снять серию видео опять же таки посвященной грузинской кухне а именно разновидностям хачапури в грузии наверное столько сколько регионов столько и рецептов хачапури вообще вы знаете что хачапури это национальное грузинское блюдо и они даже зарегистрировали какой-то какой-то патент о том что вот хачапури имеет право называться только блюдо приготовленное на территории грузии такое в википедии читал кстати в описании в описании видео будет ссылка на эту статью википедии основные виды хачапури это хачапури по-мигрельски с двойным сыром готовится в духовке хачапури по амеретински собственно говоря только сыр внутри то есть без сыра сверху обычно готовится на сковородке а есть также разновидности хачапури кубдари это собственно говоря тот же хачапури только с мясом и лабиани хачапури ну как бы это не хачапури это отдельное блюдо она просто похоже на хачапури и многие называют его хачапури с фасолью еще что хачапури по-анжарски да да совершенно верно хачапури по-анжарски наверное это визитная карточка хачапури вы видели лодочка такая с яйцом вбитым середину вот собственно говоря все это мы будем для вас готовить показывать рецепты и начнем из хачапури по-мигрельски на мой взгляд один из самых вкусных видов хачапури несколько слов по поводу сыра совершенно однозначно для хачапури подходит только эмеретинский сыр но не то что подходит а используется в грузии ну собственно говоря у нас собственного приготовления кстати если вам интересно как приготовить эмеретинский сыр сыр на нашем канале есть видео с полным пошаговым рецептом приготовления эмеретинского сыра если у вас нет возможности приобрести эмеретинский сыр можно использовать сулугуни. Единственный нюанс, хачапури надо будет есть только в горячем виде, потому что сулугуни плавленый сыр и из-за этого он очень быстро застывает. Также можно использовать смесь из сулугуни и брынзы. Ну, в общем, мы готовим по классическому рецепту, поэтому используем эмеретинский сыр. Итак, на две хачапури нам понадобится 400 грамм муки, 400 грамм эмеретинского сыра, полстакана теплой воды, полстакана теплого молока. Сколько грамм масла? 50 грамм топлива. 50 грамм сливочного растопленного масла, половинка чайной ложки соли, ну, не половинка, без горочки чайная ложка соли, то же самое, только столовая ложка сахара и чайная ложка сухих дрожжей. Итак, друзья, первое и самое главное, да, очень много вариантов теста есть для хачапури. Можно готовить на кефире, можно готовить на мацони. Мы приготовим, то есть, ну, эти варианты ничем не хуже, не лучше. Вот сколько в Грузии регионов и, наверное, столько хозяек, столько и видов теста для хачапури. Мы готовим свой проверенный вариант на молоке дрожжевое тесто. Итак, друзья, первое, что нам надо сделать, это приготовить тесто и Лариса нам сейчас покажет, как это сделать. Для того, чтобы приготовить тесто, нам надо вначале приготовить дрожжевой стартер или опару, как это называется. Для этого смешиваем водичку с молочком. И огромная просьба, господа грузины, по поводу кефира, я понимаю, что это неправильный вариант. Добавляем туда сахар. С кефиром неправильный вариант с хачапури, но многие так делают. Конечно, в Грузии так не делают, но на самом деле рецептов очень много. Поэтому не обижайтесь, но на кефире хачапури тоже готовят. Мы готовим все-таки, я считаю, по одному из классических грузинских рецептов. Добавляем дрожжи. Даем дрожжам на поверхности этого теплого молочка с водичкой и сахаром регидрироваться, чтобы они равномерно впитали влагу. Займет это где-то минуту-полторы. После этого хорошенько перемешиваем и оставляем в теплом месте на 15 минут. Наша опара готова. Подготовим муку, просеем ее через сито. Это нужно не только для того, чтобы из муки удалить возможное попадание туда инородных веществ, но и для того, чтобы тесто у нас было пушистое и воздушное. Пушистое я, наверное, загнул. Пушистое у нас Лиза, пусть тесто будет воздушное. Просеяли муку. Теперь перемешаем ее с солью. Высыпем соль и размешаем. И начинаем замешивать тесто. Вливаем нашу опару подготовленную. Вообще, друзья, грузинская кухня, на мой взгляд, это одна из самых основных кухонь мира. Наверное, если бы меня спросил человек, который нигде не был, куда лучше всего поехать в кулинарный тур, в кулинарное путешествие, я не задумываясь бы, сказал бы, что в Грузию. Такое невероятное разнообразие там самой вкусной еды, ну и хачапури в том числе. Вот грузинские хозяйки, когда увидят, что Лариса мешает тесто для хачапури ложечкой, расстроятся наверняка, потому что, конечно же, тесто месится руками. Я сейчас начну ложечкой, а потом все... Вливаем подготовленное топленое масло и продолжаем замешивать наше тесто. Застыдил я Ларису за ложечку. Ну, где это видно, что в хачапури ложечкой мешать. Хорошенько вымешиваем наше тесто, друзья. Сейчас Лариса его вымесит, и мы покажем, до какой консистенции оно должно быть вымешано. Замесили тесто, вымешивала Лариса его около двух минут. Формируем его вот в такую вот лепешечку. Накрываем чистеньким полотенцем и оставляем подходить в теплом месте где-то на час-полтора. Наше тесто подошло, и теперь нам надо потереть сыр. Берем обычную терочку. Покажи, пожалуйста, какую терку мы взяли. Вот такую вот крупную. И трем весь приготовленный сырочек. Сырочек натерли. Видите, как тесто у нас подошло? Какой был шарик маленький, и сколько теперь его получилось. Теперь, друзья, надо тесто разделить на нужное количество хачапури. Ну, в нашем случае на два хачапури. Обомнем его немножко. Вот таким вот образом. И разделим на две одинаковые части. О, как оно вкусненько пахнет. Готовим основу для нашего хачапури. Вот таким вот образом. Немножко обминаем и растягиваем тесто. А не надо муки насыпать? В принципе, оно такое очень. То есть оно не прилипает? Ну, за счет того, что у нас масло, оно получается эластичное и практически не прилипает. Подготовили основу. Берем половинку сырочка. Две трети подготовленного на один хачапури сыра мы кладем вовнутрь. А, так ты половину сыра потерла на один, да, получается? Сейчас пока на один. Духовку в это время мы разогрели до температуры 220 градусов. И вот, друзья, таким образом, как Лариса показывает, собираем тесто по кругу и защипываем его. Теперь примнем. И можно его раскатать. Как видите, все очень-очень просто. Размеров. Чтобы получился в результате у нас блинчик толщиной где-то сантиметр, может даже чуть меньше. Ну и, соответственно, когда раскатываем, стараемся, чтобы он был равномерный. Ну, кругленький, одинаково круглый. А ты его поднимешь, потом он не порвется. Ну, сейчас попробуем поднимать. Понятно. Лариса знает, что делает. У нас здесь собирается воздух внутри, для того, чтобы воздух вышел. И в дальнейшем, чтобы он не поднимался, чуть-чуть прорываем его. В серединке делаем такую дырочку. Это будет залогом того, что хачапури не взорвется во время жарки. Мы подготовили противень. Мы используем тефлоновую салфетку. А вот если нет тефлоновой салфетки, просто на противень или чем-то его смазывать? Лучше пергамент. Тогда используем пергамент. То есть, ничем не смазываем, просто пергамент. На крайний случай можно лукой присыпать. Ну, в общем, использовать пергамент для... Переставь сюда поближе, пожалуйста, в кадр. Использовать пергамент для выпекания. Дальше смазываем желточком все. Я сразу же не сказал. Нам надо было подготовить еще яичный желток. Совсем забыл его подготовить. Вот, и мы подготовили его, так сказать, втихаря. И вот просто таким образом смазываем наш хачапури яичным желтком. И теперь сверху посыпаем оставшуюся часть сыра, распределяя его равномерно. Желательно, чтобы кусочки сыра не попали на наш противень. Потому что он расплавится и начнет подгорать. Вот как этот. Какой сулугодний вкусный. Ой, эмелетинский вкусный. Помещаем наш хачапури в духовку и начинаем выпекать. Выпекать его будем 15 минут. Первые 10 минут при температуре 220 градусов. Потом еще на 5 минут повышаем температуру до 240 градусов, друзья. И дождемся результата. Хачапури приготовился. И достанем его из духовки. Вот такая вот у нас красота, друзья. Дадим ему немножко. Хачапури на тарелочку. И сверху смажем чуть-чуть сливочным маслом. Подождем, пока он немножко остынет. Потому что сейчас хачапури очень горячий, друзья. И продегустируем его. Ну что, друзья. Попробуем наш хачапури по-мигрельски на вкус. Отрежем кусочек. Запах божественный. Сейчас возьму бокал грузинского вина. Вот, смотрите. Внутри он реально полон сырочка. Этот сырочек расплавился, течет. Я сейчас чувствую себя в Тбилиси. В каком-нибудь хорошем ресторанчике. Потрясающий результат. Лиза тоже хочет продегустировать. Друзья, хачапури по-мигрельски получился очень вкусный. Пробуйте. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы первыми увидеть новые вкусные видео. Естественно, мы их для вас будем снимать, друзья. Ставьте лайки. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok